Какой ваш знак? В западной астрологии это созвездие, определяемое согласно вашего дня рождения по календарю. Но согласно китайскому зодиаку, или шэнцяо, это ваш шуйсян, означающий животное, соответствующее году вашего рождения. Среди множества мифов, объясняющих появление животных и их очередность, самым древним является легенда о Великом Забеге. Согласно истории, Ю-Ди, или Нефритовый Император, Повелитель Небес, хотел придумать способ измерения времени и организовал забег. Первые 12 животных, которые пересекут реку, заслужат место в зодиакальном календаре в порядке их прибытия. Крыса проснулась на рассвете, чтобы стартовать пораньше, но по пути к реке она встретила лошадь, тигра и быка. Поскольку крыса была маленькой и не умела хорошо плавать, она попросила больших животных помочь. Хотя тигр и лошадь отказали, добросердечный бык согласился перевезти крысу. Однако, когда они уже приближались к противоположной стороне, крыса спрыгнула с головы быка и обеспечила себе первое место. Бык пришел вторым, а могучий тигр оказался сразу за ним. Кролик, слишком маленький, чтобы побороть течение, проворно проскакал по камням и вошел в список четвертым. Следующим стал дракон, который мог спокойно перелететь реку, но остановился, чтобы помочь повстречавшимся животным. После него шла лошадь, проскакавшая по реке. Но на самом финише перед ней проползла змея. Испуганная лошадь шарахнулась назад, позволив змее прошмыгнуть на шестое место. Нефритовый император взглянул на реку и заметил овцу, обезьяну и петуха, плывущих на плоту и объединивших усилия, чтобы продвигаться сквозь камыши. Перебравшись через реку, Трио согласилась отдать восьмое место овце, поскольку она была самой приятной и гармоничной среди них. За ней последовали обезьяна и петух. Следующей финишировала собака, вскарабкавшись на берег. Она была отличным пловцом, но слишком долго резвилась в воде и смогла стать лишь одиннадцатой. Последнее место осталось за свиньей, которая проголодалась и остановилась на привал, прежде чем перевалиться через финишную черту. Таким образом, каждый год ассоциируется с одним животным в этом порядке. А новый цикл начинается через каждые 60 лет. Почему 60, а не 12? Потому что традиционный китайский календарь состоит из двух параллельных систем. Зодиакальные животные ассоциируются с так называемыми «двенадцатью земными ветвями» или «шайджи». Другая система «десять небесных стеблей» или «шикинган» связана с пятью классическими элементами. Металлом – дзынь, деревом – му, водой – шей, огнем – хуа и землей – ту. Каждому элементу присвоен инь или ян, что дает десятилетний цикл. Когда 12 животных земных ветвей совпадают с пятью элементами, а также инь или ян небесных стеблей, получается 60 лет разных комбинаций, известных как 60-летний цикл или ганджи. Таким образом, рожденные в 1980 году имеют знак ян металлической обезьяны, а рожденные в 2007 будут инь – огненная свинья. К тому же, вы также можете иметь внутреннее животное, основываясь на месяце рождения, истинное животное, исходя из дня рождения, и тайное животное, благодаря часу рождения. Предполагается, что Великий Зобек определил, какие животные будут увековечены в китайском зодиаке. Но по мере распространения системы в Азии, другие культуры внесли изменения, отразившие особенности их общества. Если вы посмотрите на вьетнамский зодиак, вы обнаружите там кота, а не кролика, а поехав в Таиланд, мифическая змея по имени Нага заменит дракона. Совсем не важно, верите ли вы в то, что о вашем характере говорит зодиак, но он может рассказать многое о культуре, из которой происходит. Субтитры создавал DimaTorzok